Из-за массовой утилизации россиян в Украине и эмиграции, одной из главных проблем экономики РФ становится дефицит кадров. В Центробанке заявили, что ситуация продолжает ухудшаться, и специалисты не видят никаких просветов на рынке труда. Можно ли изменить ситуацию, не остановив войну? Какие прогнозы? Подробности в нашем сюжете. Кадровый голод невиданных масштабов стал российской реальностью. Как следствие, именно дефицит рабочей силы будет одним из важнейших тормозов российской экономики. Ситуация настолько плачевна для РФ, что проблему не скрывают даже путинские служаки. Советник председателя Российского Центробанка Кирилл Тремасов назвал кадровый кризис беспросветным. Мы не видим никаких просветов в части рынка труда. Здесь ситуация продолжает не стабилизироваться, а продолжает ухудшаться. Ужесточение параметров рынка труда нарастает, заявил он. Рекордный дефицит трудовых ресурсов стал одним из факторов и при повышении ключевой ставки Центробанка, от которого воет российский бизнес. В первую очередь не хватает кадров в строительной сфере, общепите и сельском хозяйстве. Я скажу, наверное, за всех фермеров по ложе это большая проблема. Трудовой ресурс в первую очередь не хватает специалистов. Специалистов такого формата, как комбайнеры, те же самые механизаторы, которые будут работать на тракторах. Вот как мы с братом порой сидим и думаем, вот купим мы сейчас какой-нибудь ультрасуперсовременный комбайн, суперсовременный трактор, какую-нибудь крутую сейлку. А кто будет ее обслуживать? Но особенно высокие темпы обострения кадрового кризиса показывают другие сферы. Сильнее всего нехватка сотрудников усилилась в сегменте розничной торговли. За год соотношение вакансий к резюме в нем сократилось на 36%, три вакансии на одно резюме. В страховании минус 31%. В сервисном сегменте минус 30%. В логистике минус 28%. И если с констатацией того, что Россия в глубоком исторически рекордном кадровом кризисе в РФ разобрались... Вот сказать, что вот у нас как-то стабилизируется ситуация только из-за того, что у нас будет больше увлечения школьников или больше увлечения пенсионеров, там, пенсионные реформы, или мигранты вдруг приедут, вот там завтра, да, все... Мы вот, когда смотрим, думаем о рынке труда, мы, наверное, вот не видим, что это может как-то принципиально добавить там даже больше миллиона, полутора миллионов. А нам нужно пять примерно, так, на горизонте пяти лет. Даже без особого роста, то есть просто, чтобы вот компенсировать демографический тренд. Однако назвать очевидную причину проблем на рынке труда даже в якобы нейтральных, а на самом деле лояльных Кремлю медиа, все еще не могут. Так, один из российских проектов, выпуски о дефиците рабочих рук, который набрал почти 900 тысяч просмотров на Ютубе, выделяет какие хочешь причины кадрового голода, кроме главной – войны. Ее вообще не вспоминают. А ведь на самом деле именно полномасштабное вторжение российских военных преступников в Украину спровоцировало трудовую катастрофу в РФ. Дефицит кадров начался сразу после объявления Путина войны широкомасштабной и связан, ну, вот с такими явлениями. Первое – это мобилизация на фронт, на лбой. И это порядка, порядка, вот за время войны было мобилизовано порядка одного миллиона граждан, ну, мужского, так скажем, пола Раши. Это первое. Второе – многие испугались войны и уехали. Уехали и на запад, и на восток, в Казахстан, в Грузию. Можно считать где-то порядка тоже миллиона. Мы грубо считаем, точную статистику никто не даст. Кто-то прячется в самой Раши. То есть изменил место жительства, не регистрируются. Ну, таких меньше, моб, порядка ста тысяч. Следующим разрушительным ударом по российскому рынку труда стала переориентация Кремля исключительно на военную экономику. Начали работать мастерские заводы по ремонту танков, по производству новых ракет. И через большие зарплаты, гарантированный сбыт этой продукции, вот этот военно-промышленный комплекс начал забирать людей из других отраслей. К слову, кадровый голод непосредственно влияет и на рост цен, которые в России тоже на пути новых антирекордов. Ну, а как вы хотите, если вы третий год ведете войну, если у вас исчезают люди, погибают люди, вы забираете людей из гражданской экономики, то у вас, конечно, возникает дефицит рабочих рук, пока оставшиеся, естественно, начинает получать больше, потому что иначе они тоже уйдут. И, естественно, все это ложится на издержки, и никто не будет продавать рыбу себе в убыток. Российские бизнесмены тешат себя иллюзиями, что решить проблему с нехваткой рабочих рук можно, заменив людей технологиями. Я задала вопрос, но на него не получила ответа. Я сказала, а вот сколько у вас сил хватит участвовать в этой гонке зарплаты? У вас же жира столько нет. Мы будем улучшать технологическое оборудование, чтобы снижать участие человека в процессе производства. Только выглядит это скорее как фантазия. Ведь Россия, развязав войну против Украины и цивилизованного мира, взяла курс на обратную индустриализацию, а по сути на техническую деградацию. То есть это значит, что Россия будет больше производить по устарелым технологиям, устарелых продуктов, потому что других она получить не может, и другое она сделать не в состоянии. Вот мы туда идем. Сужение ассортимента, потеря качества, но увеличение объема натурального продукта. Не спасают Кремль от провала в кадровой политике национального масштаба и трудовые мигранты. Ведь от них российские власти в согласии с обществом по сути отказались, ухудшив максимально свою миграционную политику. Еще один фактор добавился – это травля мигрантов. Ксенофобские настроения нарастают в Раше, и поэтому все меньше людей из Средней Азии и других стран хотят переехать в Рашу или с целью заработать, или получить гражданство. Таких все меньше, а ток мигрантов все больше. А значит, выхода из кадрового голода у России нет и не будет. К этому приходят даже прокремлевские медиа. И где взять ресурсы? Людей? Да. Их нет. Вы никогда не жили ситуацией, что чего-то нет. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина и его война делают всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас. Эфиры еженедельно по вторникам в 18.00.